Цель демонизации совместного белорусско-российского учения Запад-2017 выбить дополнительное сигнование на военные расходы для армий Европы. Такое мнение высказал в интервью нашему телеканалу главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко. Кто стоит за крупными информационными кампаниями против России и Беларуси? Какие новые разработки военпрома пройдут боевое крещение на учении Запад? И против кого воюет НАТО у наших границ? Мнение эксперта прямо сейчас. Игорь Юрьевич, учения Запад-2017 носят оборонительный характер. Об этом уже не раз заявляли в Беларуси и в России. Но западные СМИ продолжают пугать тем, что эти учения грозят оккупаться Польше, Литве и Украине. Вот с вашей точки зрения цель таких страшилок – оправдать активность НАТО у наших границ? Ну, прежде всего, демонизация России и Беларуси преследует цель выбить дополнительное осигнование на военные расходы. Мы знаем, что президент Трамп заявил, что Европа должна финансировать сама себя. И 2% от ВВП, расходы на оборону – это та планка, которая сегодня установлена для всех европейских стран. Второе – для прибалтийских, например, элит. Вот антироссийская истерия преследует цель запугивать избирателей раз за разом сохранять свое монопольное положение во власти. Ну и, наконец, мы должны прямо сказать, что за этими антироссийскими и антибелорусскими компаниями информационными стоят в том числе и крупные оружейные корпорации США. Чье оружие сегодня покупают Европа, мы прекрасно знаем. Поэтому здесь совпадение интересов для того, чтобы нагнетать истерию и делать на этом политические и экономические преференции. Вот недавно в Минске прошел «Миликс-2017», в Москве «МАКС-2017». Вот на этих выставках были представлены последние разработки вооружения и военной техники Белоруссии и России. Вот какие из них пройдут, так сказать, боевое крещение на учении «Запад-2017»? Очень многие новинки, особенно в области автоматизированных систем боевого управления, связи, навигации, радиоэлектронной борьбы. Все это будет использовано в ходе учений «Запад-2017». Мы также должны отметить, что в целом сегодня и оборонно-промышленный комплекс Белоруссии и России выглядит очень достойно. Эта техника практически по всей номенклатуре и сухопутных войск, других видов родов вооруженных сил была активно представлена. И, очевидно, войдет в будущие государственные программы вооружений, которые будут реализоваться союзным государством России и Белоруссии. Вот за эти три года наших границ НАТО провело более 80 учений. В Польшу и Прибалтику прибывает военный состав и бронетехника армии США. Вот с вашей точки зрения, для чего это делается и против кого воюют у наших границ? Очевидно, идет реализация сценария информационной операции, точнее специальной информационной операции, в рамках которой демонизируется не просто облик России и Белоруссии, а готовится база под размещение будущих контингентов НАТОвских войск в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Могу сказать, что буквально на прошлой неделе советник президента Латвии по национальной безопасности господин Казацинч, в прошлом, кстати говоря, британский генерал, заявил, что возможно, подчеркиваю, возможно, но, тем не менее, в течение ближайших двух лет на территории стран Балтии будут размещены новые войска Альянса, семь бригад. Это достаточно существенные силы. Поэтому фактор военного сотрудничества Москва и Минска чрезвычайно важен. И важен формат учений Запад-2017. Это демонстрация возможностей армии Республики Беларусь и Российской Федерации защитить свой суверенитет, территориальную целостность и дать возможность отпора любому потенциальному агрессору. И тогда этот агрессор сразу становится партнером.